Девушки отдыхают Сургуту исполнилось 420 лет. Торжества заняли несколько дней и обо всех из них мы рассказать сегодня, конечно же, не сможем. Но постараемся осветить не только то, что увидели горожане в эти праздничные дни здесь и сейчас, но и познакомить вас с перспективой развития города. К следующему юбилею, и это важно, потому что нужно видеть цель, в Сургут еще более преобразится. Станет удобнее для горожан и не только работающих здесь сегодня, но и для молодежи, которая все чаще выбирает для своей жизни наш город, а не стремится, закончив учебу, покинуть его. Почему мы верим в это? Потому что город развивается. Можно спорить о направлениях, но не о самом факте огромных изменений его внешнего и внутреннего облика. Впрочем, обо всем по порядку в нашей сегодняшней программе. 420 лет Сургуту. Город, который начинался как небольшая крепость, сегодня не только третий по экономической мощи в стране, но и красивый. Хотелось как-то, чтобы наша аллея газовиков внесла в себе что-то такое изначальное. То есть для этого края изначально являются как раз вот именно эти люди, именно эти звери, эти животные. Репортаж с празднования Дня города, как отметили 12 июня в Сургуте в материалах наших корреспондентов. Посмотрел я Сургут. Я примерно раз в год бываю. Сургут меняется. Похоже, меняется к лучшему. Но основа, которую мы создавали в те 60-е, 70-е, 80-е годы, она есть. И в Сургуте стартовала мировая лига по волейболу. Сборные Болгарии, России и Сербии играют в спорткомплексе «Энергетик». Уже достаточно много проиграли. И сейчас любое поражение, скажем так, ставит нас в не самую удачную ситуацию. Мы не просто-напросто не попадем в финал в шести. Проект комплексного развития пойменной части реки Обь презентовали в Сургуте. Строительство нового делового торгово-развлекательного района начнется уже в следующем году. Срок реализации проекта 5 лет. С этой целью накануне юбилея было подписано трехстороннее соглашение между правительством Югры, администрацией города и компанией «Сургут Гастроик». Географически за Ситимолом и Ледовым дворцом появится набережная, многоэтажные офисные, медицинские и выставочные центры, океанариум, автовокзал, археоэтнографический комплекс и технопарк. Площадь застройки порядка 35 гектар, стоимость более 20 миллиардов рублей. Разработчики проекта обещают, что новый район будет центром притяжения не только горожан, но и представителей международного бизнеса, крупнейших компаний и инвесторов. Правительство системно продолжает работу по привлечению инвестиций в автономный округ, по созданию комфортных условий для инвесторов, чтобы они приходили и создавали здесь объекты, создавали производство, создавали рабочие места, ну и как следствие, конечно, платили налоги. И самое главное, все эти проекты, особенно важно это с точки зрения повышения качества жизни югорчан. Подробнее о проекте мы расскажем в понедельник в выпуске новостей. 420 лет исполнилось Сургуту. 12 июня горожане отметили день его рождения. Праздничные мероприятия растянулись на 4 дня. Центр города специально преобразили в пешую праздничную площадку. А между тем, кроме этой внешней стороны, заметной всем, в Сургуте состоялись и другие весьма значимые события. Продолжит тему Дмитрий Подлесной. Дмитрий Подлесной. Пополнится новыми кадрами, так как Сургутский центр получает новый статус. Впереди серьезная задача у этого учреждения. Мы полагаем, что это будет окружной центр. И практически все больные, которые будут нуждаться в высоком технологичной медицинской помощи, пострадавших от ожога, будут пользоваться, можно так сказать, в отношении медицины именно в этом учреждении. Свой подарок горожанам сделали и промышленники. У главного здания «Газпром Трансгаз Сургут» на Университетской открылась аллея газовиков. Украшают ее три композиции под названием «Легенды Севера» – «Медведи, олени и ханты у чума». 12 чугунных фигур изготовили на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья по эскизам скульптора Валерия Чалова. Работа филигранная, на костюмах у коренных народов виден даже национальный орнамент. Все рождается из деталей. Я ради этого ездил на завод несколько раз. Грубо говоря, сидел на голове у скульпторов, которые занимались этими вопросами. Работали с литературой, с фотографиями, с натурщиками, с элементами национальных костюмов. Хотелось как-то, чтобы наша аллея газовиков внесла в себе что-то такое изначальное. Для этого края изначально являются как раз именно эти люди, именно эти звери, эти животные. И, конечно, хотелось, чтобы на них было приятно смотреть. Не забыли сургутяне и о будущем. В дни празднования Дня города общественность обсудила различные идеи развития сургута. На первом туристском форуме даже поставили конкретную задачу – увеличить поток рыбаков из других регионов страны до миллиона человек в год. Югру и наш город видят центром рыбного промысла. Такой этнотуризм способен внести значительный вклад в развитие территории и пополнение окружного бюджета. Это серьезный, интересный бизнес, который может быть экономической подоплекой собственного благополучия и даст возможность привлечь и инвестиции, и дополнительные доходы на территорию, показывая ее красоты, показывая возможности и интересные, скажем, событийные мероприятия. В экономике Югры этнотуризм – это перспективное направление, которое, впрочем, уже способно приносить вполне реальную прибыль. Развитие города как центра не только туризма, но прежде всего как логистического центра международной торговли – это задача, которая ставится уже сегодня. Ну и, конечно, нельзя сказать и о том, что свои 420 лет Сургут отметил прежде всего как нефтяная столица России. Город с третьим в стране ВВП, лидер многих рейтингов, в том числе и в области инвестиционной привлекательности. Каким будет Сургут через 10 лет – очертания этого будущего города можно увидеть уже сегодня. Дмитрий Подлесной специально для программы телевизионный обзор новостей. А насколько перспектива развития Сургута как центра югорского туризма реальна? Многие эксперты говорят, что начало уже положено, просто пока этот туризм скорее внутренний, региональный. Но ведь факт, что уже сегодня крупнейшие торгово-развлекательные центры города посещают еженедельно тысячи югорчан. Множество людей приезжает к нам по вопросам развития и организации бизнеса, медицинского обслуживания и, конечно, событийного туризма. К примеру, в дни празднования юбилея города в Сургут приехали гости в том числе не только из разных городов России, но и мира. И, конечно, им будет что рассказать и показать по приезду домой. Фестиваль ремесел коренных народов мира, куклоград, международный форум, карикатурам. Ряд мероприятий уже стали визитной карточкой нефтяной столицы Югры. В Сургут я приехал после Лазурного берега, там три недели, Канна, Монако, Антип. И, конечно, все везде возможно. Главное, как встречают гостя и что ему показывают. Я рад, что в Сургуте есть что показать на самом деле. Просто не всегда догадываются, что есть что показать. В том, что в Сургуту есть что показать, горожане и гости города могли убедиться сами. В день рождения 12 июня с самого утра работали многочисленные развлекательные торговые и театральные площадки. Удивляет беспрецедентное число людей, задействованных в организации праздника. И, конечно, вечернее прекрасное шоу с участием группы чаев и праздничным фейерверком. Десятки тысяч зрителей, которые вышли на улицы города, отмечали. Такой масштабный праздник в Сургуте они увидели впервые. Праздничная программа, посвященная 420-летию Сургута, стартовала в 10 часов утра. В это время заработали практически все из запланированных к открытию площадок. Их больше десятка. Здесь, например, выступают молодежные творческие объединения. Идет парад «Невест». Чуть дальше на улице Декабристов с минуты на минуту стартует рок-фестиваль. В 13 часов заработает спортивная площадка на полную мощь. Состоится фестиваль по силовому экстриму. Ну и позже где-то в 17 часов начнет работать главная площадь на памятнике основателям Сургуту. Сеанс современной игры по шашкам, по русским шашкам. В данной партии молодой человек успешно противостоит. Ну ничего предлагает, да? Предлагает, да. И как позиция? Ну, белых лучше явно. Это творческое объединение «Дневник Дедушки Джима». Мы занимаемся уже 4 года с ними. Это ребята, молодежь нашего города и нашего района, которые делают театрализованные представления на улице для жителей города. Ну у нас вообще 5 песен, как бы 3 из которых я написала не авторские. Вот, а 2 это известных исполнителей, ощущения, прекрасное настроение. Есть один богатырь, а есть ли еще ему соперник? Вот, начали! Мы от Ленина вот и сюда идем теперь с детьми. Дети до батуты остались, а пока прыгают. А мы вот с малым пошли дальше посмотреть, что есть. С пацанами вот приехали посмотреть. Ну, потом решили купить вату сладкую. Там, ну, прикольно, там призы получились моим другом. Большое спасибо руководству города, так, очень хорошо организовали вот эти все мероприятия. Так, просто ходишь и радуешься. И погода, как по заказу. Ну, нормально, я первый раз так волнуюсь. Первый раз выступаю вообще. Техника должна быть, ну, ухватываешься, чтобы удобнее было рукам. Должны крепкие руки. 420 лет – это хорошая дата, юбилей. Приехал в свой родной Сургут на праздник. Посмотрел я Сургут. Я примерно раз в год бываю. Сургут меняется. Похоже, меняется к лучшему. Но основа, которую мы создавали в те 60-е, 70-е, 80-е годы, она есть. С праздником настроения, здоровья, оптимизма, счастья родным, близким, чтобы каждая семья чувствовала себя уверенно. Тогда и город будет процветать и хорошеть. Праздничная программа в этот 420-й день рождения города, как никогда обширно. В этом мы могли убедиться лично. Но насколько интересны мероприятия на других площадках сегодня? Кристина Семенюк работает на фестивале исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход». Ей слово. Дмитрий, спасибо. На самом деле, каждая площадка города Сургута по-своему интересна и уникальна. Что же касается исторически-культурного центра «Старый Сургут», то здесь огромное количество людей стали свидетелем военных действий, взятия сибирской крепости. Но более подробно нам расскажет руководитель Омской городской общественной организации, служилые люди Сибири, Минин Василий. Мой дедушка историк, отец художник. У меня совместилась моя наследственность и любовь к истории и изготовлению старинных предметов. Стал я заниматься военно-исторической реконструкцией больше 10 лет. Последние 5 лет мы занимаемся изучением и популяризацией истории Западной Сибири, конца 16-го, начала 17-го века. Фестиваль исторического моделирования и этнической музыки «Мангазийский ход» привлек не только любителей оружия 19-го века и кованых доспехов, но и сургутян, которые с любопытством наблюдали за происходящим. Оно и понятно, ведь на площади развернулось настоящее сражение – взятие сибирской крепости со стрельбой с пушки. Для женщины, я так поняла, тяжеловато, это было нереально. Руку выворачивает, то есть чисто мужское оружие. Поступление грандиозное, впечатляющее, просто, ну, и тоже страх такой был серьезный. Мне очень понравилось, я первый раз на таком представлении, вообще замечательно. Помимо военных действий на площади старого сургута можно было услышать этническую музыку в исполнении коллективов из различных городов нашей страны, которые приехали лично поздравить с юбилеем всех сургутян. Таким запомнится день рождения нашего города всем тем, кто побывал на старом сургуте. Ну а что же происходит на других площадках города, расскажет Екатерина Любешева, которая находится у памятника основателям города. Екатерина? Спасибо, Кристина. А мы находимся возле памятника основателям города Сургута, где в этом году решено было поставить сцену. Здесь начнется с минуты на минуту фестиваль «Нулевой причал». Ожидается выступление как местных групп, у которых уже прошел саундчек, так и хедлайнеров. В этом году это группа «Чаев», легендарная, знаменитая группа. Иногда в толпе слышны были жалобы, что, мол, скамеечек нет, присесть, отдохнуть даже негде. Однако же настоящих оптимистов ничего не смущает. Сейчас мы спросим у них, как им праздник. Ребят, как вы строите? Все супер! Отлично! Деликолепно! Как вам праздник сегодня? Ну, шикарно, что все-таки наконец-то в Сургуте появилось лето, и сейчас очень тепло и очень классно. На сцене югорская группа «Зорница». Ребята известны не только своими прекрасными вокальными данными и владением инструментами, но и тем, что прошли гинематографический дебют, снявшись в фильмах Александра Монтова, сургутского режиссера. Спасибо за долгие люди, на долгие песни твои! Сегодня всем зеленый свет, когда бы еще сургутяне, как по Арбату, прогулялись по перекрытым главным дорогам города. А все дороги идут, конечно, куда? На праздник! Лерочка, где ты сегодня была и что видела? На концерте! Потом, как и все, девочки танцевали! Лерочка, как и все, девочки танцевали! А накануне Дня города на торжественном вечере в филармонии сургутян с праздником поздравила губернатор Югры Наталья Комарова. Поздравляю вас с днем рождения, с днем России! Сургут самый крупный, один из древнейших городов автономного округа. Это возникло очень-очень давно, в начале XVI века, когда только-только стали заниматься освоением в Сибири, на заре создание единого русского государства. И с тех пор, зародившись, так и остался для Югры такой своеобразной палитрой. Ее яркие краски, идеи, люди – это вы, сургутяне. Далее в программе интервью с главой Сургута Дмитрий Попов о некоторых городских проблемах, причинах их появлений и способах решения. В этом году нам 420 лет как населенному пункту, а на следующий год мы будем отмечать 50-летие Сургута как города. Именно 50 лет назад, когда здесь, в этом суровом, необжитом краю, были открыты залежи углеводородов, в первую очередь нефтью, в вторую очередь газа, как раз с этого периода начался период индустриального развития города. И вот та ведомственная структура города, которая существовала, а старожилы до сих пор называют отдельные микрорайоны города, микрорайоном МГДУ, микрорайоном строителей, микрорайоном энергетиков. Вот это то, что досталось городу Сургуту сегодняшнему по наследству. Не нравится мне, как глава, состояние уличной дорожной сети сегодня. Вот эти прошлогодние желтые наклейки, какой мэр, такие дороги. Ну, понятно, это была пиар-акция, но задевает заживое, потому что мэр в этом городе сегодня я, и по большому счету я отвечаю, в первую очередь перед жителями, за состояние дорог. Я не буду оправдываться, я не буду рассказывать, почему они стали такими. И действительно, лет 10 назад все, кто приезжал в наш город, просто восхищались состоянием дорог. Тогда был другой бюджет, тогда были другие межбюджетные отношения. Тогда город Сургут мог позволить себе порядка 6-8 миллиардов собственных доходов вкладывать в развитие, то есть в капитальное строительство. И как раз в это время достаточно много средств бюджетных было вложено в строительство улиц, в их реконструкцию, в их ремонт. Потом был промежуток времени, в том числе связанный с кризисными явлениями. И вот тот недоремонт, который 5-3 года назад был, сегодня, к сожалению, эти плоды мы пожинаем. Жесткий дефицит мест в спортивных сооружениях. Нам их катастрофически не хватает. А город молодой, молодежь сегодня нужно привлечь к занятиям спорта, к здоровому образу жизни. Мы, администрация города, эту проблему понимаем. И в первую очередь стараемся сегодня развивать спорт массовый, и, если можно так выразиться, малозатратный, путем строительства плоскостных сооружений. И в идеале хотим построить такие спортивные площадки в каждом дворе. Мы второй год реализуем программу уникальную, эту программу муниципально-частного партнерства по строительству быстровозводимых спортивных сооружений. Не у всех жителей города Сургута сложились вот такие патриотические отношения к этому городу. Не все еще уверены в том, что это их место жительства не на день, не на год, не на три, а на долгие годы. И сейчас вот самый страшный период, если можно так выразиться, а как правильно выразиться? Ну, весна всегда, весна всегда показывает нам, в каком состоянии находится город, когда тает снег, и когда мы видим результаты жизнедеятельности сургутян. Я не поверю, что тот мусор, который сейчас тает на наших перекрестках, привели нам жители соседних регионов, из города Нижневартовска, из города Нефтьюганска. Хотя последние годы таких гостей у нас достаточно много, и с открытием мощных торгово-развлекательных комплексов, количество бизнес-туристов или даже шопинг-туристов, если их так можно назвать, кратно увеличилось. Но в первую очередь все-таки мусорим-то в этом городе мы. И мне кажется, если поменять отношение каждого сургутянина к тому месту, где он живет, как к родному дому, то, наверное, тогда и меньше затрат мы будем нести на благоустройство территории, на зачистку города после весеннего таяния снегов. Для меня вот это очень важно, чтобы каждый житель города понял, что это не просто город, не просто населенный пункт, а место жительства. И этот город для каждого из нас должен стать родиной. Да, город сложный, город многонациональный. У нас в городе сегодня были 100 национальностей, и они исторические здесь. До сегодня меняется структура приезжающих в город Сургут. Был период, когда это были в основном выходцы из Кавказских республик. В последнее время это представители республик бывшего Советского Союза, среднеазиатского региона. Но мы город гостеприимный. Мы готовы встречать всех, кто приезжает к нам для того, чтобы жить по нашим законам, для того, чтобы работать на благо города Сургута. А вот с теми, кто пытается здесь навязать нам свои порядки, мы будем бороться. Причем будем бороться не только с силовыми методами. Это очень сложно сделать. Ведется определенная профилактическая работа с силовыми структурами. Это их компетенция. Моя задача как главы – координировать деятельность всех, кто в этом процессе участвует. И в первую очередь мы делаем упор на деятельность общественных организаций, национальных организаций. Тот координационный совет, который при главе существует, да, это орган, это площадка, на которой можно обмениваться мнениями, на котором можно принимать взвешенные решения. Но здесь мне больше импонирует повседневная работа диаспор. Ведь если они не научат своих земляков, как правильно жить в России, в Югре, в Сургуте, ни я глава, ни сотрудники милиции сделать это не смогут. У нас просто сил не хватит. И вот та идея, которую мы обсуждали совсем недавно с представителями двух диаспор, диаспора дагестанская и диаспора чеченская, о том, что нам необходимо совместно разработать правила общежития в городе Сургуте. И в завершении первой части программы «Народный патруль» праздничные дни не повод нарушать правила дорожного движения, а в наших заставленных транспортом, многострадальных дворах и правилах человеческого общежития. Практически у каждого дома вечером на газонах вырастает стихийная парковка. Однако такая ночевка железного коня не предусмотрена законом. В совместном с полицией и администрацией города Рейде побывала наша съемочная группа. Брошенные во дворе рядом с домом машины мешают не только газонам расти, но и пешеходам ходить. В зиму вообще не подойти к садику. Идем по проезжей части с ребенком, а нам еще есть сигналы. Он там. И не действуют на многих водителей сотрудники Комитета по экологии и администрации города Сургута. Некоторые просто уезжают. Вот так вот. Без ГИБДД никак. Не останавливаются. Те же, с кем удается перекинуться парой слов, штраф платить не собираются, документы не предоставляют. Их даже порой попросить не успевают. Слишком скоротечный диалог. Вы в курсе, что парковаться на газонах? Стоять на них, проезжать не запрещено. Я стал этого дня. Вы в курсе, сколько у нас парковка стоит? Пять тысяч. Ребят, вот откуда такие деньги? У меня тоже во дворе нет парковок. Но я же на газонах не паркуюсь. Ну покажите, где. Я встану. Я вот сегодня вечером встану. Где? Покажите. Еще раз вам повторяю. Где угодно, не на газонах. В Кемене ближайшая парковка. Я не должен вам сейчас объяснять, где вы должны стоять. Я на работу опаздываю. На помощь приходит полиция. С сотрудником ГИБДД, кстати, один из водителей разговаривать тоже не захотел. И предпочел на свой страх и риск уехать. То есть не подчиниться требованию об установке. А нет, а дежурная 421. С остальными владельцами авто, коих удалось застать в момент, когда они съезжали с газонов, поговорить все же удалось. Выписывайте штраф, я жду. Мне ехать надо. И давайте без камеры, во-первых. Знаю, где пропаркованы. Ну, вы на газоне припарковались. Ну, если у нас не припарковаться больше где, как, куда. Во двор не заехать вечером после работы. Так пускай парковочные места сначала сделают. У нас администрация не заботится о парковочных местах. А потом нам предъявляют. Это мнение с ним будто бы и нужно считаться. Но пока мы будем относиться к природе и собственным деньгам, которые путем налоговых отчислений тратим, в том числе и на появление зеленых зон, вот таким образом разговор не повернуть вспять. Смотрите во второй части программы. Лучшие каменщики Сургутнефтегаза соревнуются в профессиональном мастерстве. Это и, будем говорить, и качество кирпичной кладки. Это, будем говорить, и новшество, которое сегодня описано и во многих строительных журналах и газетах. В Сургуте стартовала мировая лига по волейболу. Сборная Болгарии, Россия и Сербии играют в спорткомплексе «Энергетик». Уже достаточно много проиграли. И сейчас любое поражение, скажем так, ставит нас не самую удачную ситуацию. Мы не просто-напросто не попадем в финал в шести. Итоги реалити-шоу «Фэшн Модел». Кто же подобрал самый незабываемый образ и оставил неизгладимые впечатления у жюри? Я не буду открывать. Открывай глаза. Обалдеть. Я не буду накинуться, да? Какие дни. Ну как, тебе нравится? Да, это не я. А сейчас реклама. Франческо Донни. Что позволило этому бренду подняться на вершину обувного Олимпа? Узнаем прямо сейчас. Бренд «Франческо Донни» пришел в Сургут ровно два года назад. Первый магазин был открыт в торгово-развлекательном центре «Аура». В целом по России фирменных торговых точек свыше трехсот. С 92-го года мы настолько сильно продвинем за это время, что наша компания сейчас имеет более трехсот магазинов. И та команда, которая сегодняшняя создана, это моделеры, дизайнеры, технологи создают вот этот продукт. Сегодня мы на обувном рынке, я думаю, что одни из первых. Быть на обувном Олимпе Франческо Донни позволяют уникальные технологии, по которым создаются модели. Обувь выпускается специально для рынка нашей страны с учетом особенностей стопы российского потребителя, специфики климата и вкусовых пристрастий россиян. В производстве используются материалы высокого качества, коллекции разрабатываются совместно с итальянскими дизайнерами. Плюс обувь доступна широкому потребителю. Хотим, чтобы жители города Сургута, приходя в магазин Франческо Донни, нашли в себя тот продукт, который им по душе. Наша цель создавать качественную обувь. Мы ее изготавливаем только из натуральных материалов. Поэтому пользуемся популярностью. В день открытия отдела обуви Франческо Донни сургутян ждал настоящий праздник. Ростовые куклы, энергичная музыка задали тон всему мероприятию. А розыгрыш призов порадовал многих покупателей фирменной обуви. Пришел в магазин купить туфли, заполнил купончики, выиграл сумочку. Постараюсь приходить почаще в этот магазин за покупками. Чаще приходить можете и вы. Оценить новые коллекции и выбрать себе пару можно по адресу. Город Сургут, проспект Ленина, 41, торговый центр «Мир», отдел Франческо Донни. Сургутнефтегазбанк И в продолжении рекламного блока. Решить проблему просто. В Сургутнефтегазбанке стартовала акция по снижению процентной ставки на потребительские кредиты. Подробности далее. Снижение процентной ставки на кредиты в пределах 4%. Такой подарок горожанам сделал Сургутнефтегазбанк. Специальная акция, приуроченная к юбилею Сургута, стартовала в финансовом учреждении. Под эгидой празднования дня города Сургута, посвященного юбилею, Сургутнефтегазбанк проводит акцию в части кредитования. Суть акции заключается в понижении процентной ставки, вне зависимости от срока и суммы кредита. Акция распространяется, ну как уже говорила, кредитный продукт «Золотой Югры» и материнский капитал. Кредит «Золотой Югры» у нас предназначен для выдачи на потребительские цели, то есть на любые цели, которые необходимы клиенту. Материнский капитал – это кредит, который позволяет и дает уникальную возможность мамам, может быть кому-то и папам, воспользоваться государственной помощью и погасить часть кредита за счет материнского капитала. Акция продлится до конца июня. Подать заявку на оформление кредита можно в любом офисе, банкомате или на сайте банка. Успейте использовать свой шанс и реализовать мечту. Соревновательная стройплощадка – так можно назвать конкурс профмастерства среди каменщиков структурных подразделений общества Сургутнефтегаз. Этими состязаниями трудовой коллектив предприятия открыл новый сезон конкурсов среди специалистов компании. Наш корреспондент расскажет подробнее. На первый взгляд дело каменщика кажется нехитрым. Однако именно от качества работы этих специалистов зависит долговечность здания. Каждый из них должен учитывать тысячи факторов – погодные условия, состав раствора, правильность кладки и многое другое. На финальном смотре конкурсе компании «Сургутнефтегаз» – четыре лучшие бригады каменщиков. Нужно выполнить задания по технологии с учетом нормативов и требований. Однако даже в таких жестких условиях настоящие мастера находят место для творчества. Место творчества, конечно, есть всегда у каменщиков. Всегда. Это и, будем говорить, и качество кирпичной кладки. Это, будем говорить, и новшество, которое сегодня описано во многих строительных журналах и газетах. Теоретическая часть и практика в условиях жесткого цейтнота лучше остальных заданием справилась бригада Фарида Галимзянова и Алмаса Сафуанова. Победители отметили, что за 20 лет работы освоили множество секретов мастерства. И труд свой любят. Вы же видите, вот романтика. Слег идет, а выложим, да? Фарид Галимзянов победе рад. Особой подготовки к конкурсу не было, так как это каждодневная работа. Навыки уже доведены до автоматизма. Тем более, что этот каменщик приложил руки к возведению десятка сургутских домов. Специалист с гордостью говорит, что причастен к строительству города. В городе раньше дома строили мы. Поначалу строили, когда дома же строили. Вот проходишь, все равно видишь, что это наши дети, что мы построили. Конечно, есть маленькие, да? И детям говорим, вот это мы построили. Руководство компании отметило победителей не только своим вниманием и грамотами, но и денежными призами. Таким образом, стартовала сессия конкурсов профмастерства среди сотрудников Сургутнефтегаза. Большая часть соревнований состоится в конце июня и июля. Артем Высоцкий, Дмитрий Подлесной, Сергей Колотов, Сергей Коликов. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». В третье воскресенье июня в России отмечают День медицинского работника. Уважаемые во все времена профессии сегодня постепенно становятся все более популярны. Об этом говорит достаточно высокий конкурс в медицинские вузы. А среди уважаемых в профессиональных кругах докторов есть и такие, с которых молодежи вполне можно и даже нужно брать пример. Виталий Абунагимов как раз из таких. Ведь он спас множество жизней, наверное, только он сам знает, как это важно – дать человеку надежду. Заведующим амологическим онкологическим отделением окружной больницы Виталий Абунагимов стал врачом по зову сердца. Родился в семье медиков и свой выбор в пользу медицины сделал еще в детстве. Я ходил на дежурство по хирургии, еще будучи там школьником. Да, она тяжелая, да, она требует больших затрат нервов и душевных затрат. Но бороться с таким недугом мне показалось как-то своей задачей. Отработав в общей хирургии 5 лет, занимаясь лечением различных онкологических патологий, он понял – его призвание – это мамология. Сейчас узкий специалист, ведущий практик своей области в Югре. Мне хочется не только отнимать, но еще что-то давать, восстанавливать. Поэтому я пришел к реконструктивной хирургии и занялся еще и пластической хирургией. Не секрет, что во время тяжелых операций пациентам зачастую очень сложно настроиться на правильный лад. Но заведующий отделением всегда находит нужные слова. При этом доктор говорит только правду, признают пациенты. Виталий Маратович – золотой души человек. Никогда ничего, все аккуратно сделает, и обход проходит, он боится сделать даже пациентке больно. Я довольна тем, как мне сделали операцию. Я прохожу реабилитацию, я ему очень благодарна. Он меня поддержал морально очень хорошо. Потому что я еще молодая, достаточно для того, чтобы падать духом как-то. Сам доктор отмечает, что психологическая поддержка – это незаменимая часть успешного лечения любого недуга. Безусловно, человек, узнающий о своем диагнозе онкологическом, проходит несколько этапов. Они описаны и в литературе, и нас так учили. Что сначала это, конечно же, шок. Потом это какое-то душевное, знаете, опустошение. Человеку кажется, что все у него закончилось. Потом, когда он проходит этапы лечения, он понимает, что болезнь необходимо побеждать. Работа с пациентами, операции, обучение молодых специалистов – забот у него много. Однако на свою судьбу врач не жалуется. Ведь награда у него самое, что ни на есть высшее. Это спасенные жизни людей. Анна Серикова, Дмитрий Подлесной, Анна Максимова, Сергей Колотов. Специально для телевизионного обзора новостей. А еще на минувшей неделе, 14 июня, отметили Всемирный день донора. Накануне праздника в Сургуте чествовали почетных доноров. Ежегодно в нашем городе свою кровь отдают около 20 тысяч человек. Звание почетный носит более 4 тысяч из них. Есть и целые династии. Семья Максутовых, например, сдала кровь 160 раз. Чаще всего люди идут на станцию переливания, чтобы помочь другим. Нередко донорами становятся, сдав кровь для родных или друзей. Сейчас такая жизнь. Люди постоянно в аварию попадают. Или детям больным нужна бывает кровь. Поэтому сам понимаю, была история у брата, тоже понадобилась кровь. Он попал в аварию. Мы приехали, друзьями приехали, сдали кровь. И после этого я начал стабильно ходить, сдавать кровь. Благодаря неравнодушным людям недостатка в крови и ее компонентах на сургутской станции переливания нет. Медучреждение обслуживает миллион человек. Если в России в среднем на тысячу жителей приходится 14 доноров, то в Сургуте их 18-20. Хотя медики в последнее время отмечают снижение числа доноров. Ситуацию спасает использование новых технологий. Очень большое количество заготавливаем тромбоцитов автоматическими методами на трех дорогостоящих аппаратах, удовлетворяя потребности больных онкогематологического профиля. Есть среди доноров и полицейские. Сотрудники МВД Сургутского района посетили станцию переливания крови. Примерно 20 человек выступили в роли доноров. Как отмечает руководство ведомства, акция традиционная и участие в ней добровольное. В этот раз вместе с людьми в погонах на соседних кушетках кровь сдавали и члены общественного совета при полиции Сургутского района. Коли потребность в крови у государства есть, у медицинских организаций есть потребность в крови, значит кровь же кому-то помогает, для чего-то нужна, для того, чтобы показать помощь людям. Мировая лига в Сургуте уже в четвертый раз в истории. Наш город принимает матчи столь высокого уровня, как один из центров развития волейбола. Мы вспомнили, какие сборные приезжали в Сургут и чем закончились те встречи. Впервые гостями нашего города в 2009 году стали японцы. Тогда Сургут удачи к сборной Даниэля Баньоли не принес. В первом матче победа, во втором поражение. По итогам всего чемпионата лишь третье место. В 2011 Сургут принимал сразу четыре игры. Все с теми же японцами и с болгарами. Обе сборные не смогли ничего противопоставить россиянам. Я тоже думаю, что будет больше как-то команда Болгарии сопротивляться. Потому что из тех команд, которые есть у нас в подгруппе, я думаю, что она самая сильная. Сыграли наоборот холоднокровно. Могли чуть дрогнуть уже и не получилось. Очень важно. Команда не дрогнула до самого финала, выиграв турнир во второй раз в истории. Сургут стал счастливым для россиян и в 2013 году. Наши болельщики стали свидетелями, пожалуй, самого красочного дерби между сильнейшими командами Европы, Россией и Италией. В связи с тем, что наши дебютанты сборной недавно собрались, время на глобальную такую подготовку у нас, конечно же, не было. Поэтому мы сейчас играем за счет желания, первую очередь, за счет индивидуального мастерства. Россияне и итальянцы менялись победами, а Сургут вновь стал счастливым. Сборная нашей страны в третий раз выиграла мировую лигу. И вот год 2014. 14-й соперники сборной Болгарии и сборной России. Наша команда в незавидном положении после двух туров. В таблице всего два очка и сверхсерьезный настрой на все оставшиеся игры. Там есть игроки, которые, скажем так, очень мастеровитые, очень опасные. Поэтому мы будем настраиваться на очень серьезные матчи, поскольку нам уже нет возможности, скажем так, проигрывать. Уже достаточно много проиграли. И сейчас любое поражение, скажем так, ставит нас в не самую удачную ситуацию. Мы не просто-напросто не попадем в финал в шести. Верим в победу и все на волейбол. Со сборной Сербии наша команда сыграет 20 и 21 июня в спорткомплексе «Энергетик». На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. В завершении программы сюжет о том, как проходили съемки реалити-шоу «Фэшн Модел» и прогноз погоды на предстоящую неделю. До свидания. Проект «Фэшн Модел» родился на базе глянцевого издания «Фэшн Коллекшн» и с первых же минут привлек к себе внимание зрителей. И не мудрено. Приехавшие на кастинг девушки отбирались к строгим жюри, а потому к участию были допущены лишь самые-самые. С момента подачи анкет до финала прошло немало времени. За этот период Сургут стал свидетелем преображения участниц в имидж-лаборатории «Персона», каждый из которых было неожиданным. Один. Я не буду открывать. Открывай глаза. Обалдеть. Я не буду материться, да? Офигеть. Ну как, тебе нравится? Да. Это не я. Открывай. Вау. Офигеть. Вау. Вау. Круто. Ужас. Блин. Стилисты вообще супер. После внешнего преображения участницы осваивали новые профессии – швартуя корабли и составляя цветочные композиции. В течение проекта девушки не раз проходили проверку на терпение и выдержку. Кроме того, каждой модели жюри постоянно напоминала об основной задаче – выделиться на фоне друг друга, в любой ситуации подобрать свой образ и доказать, что именно она достойна перейти в следующий этап. Кстати, с начала кастинга на сайте телерадиокомпании «Сургут Интерновости» шло голосование за приз зрительских симпатий – сертификат от туристической фирмы «Юлатурс». 20 мая подвели итоги и с отрывом всего в 14 голосов победила Анна Чеботарь. Аня, я тебя от лица всего коллектива нашего поздравляю с победой. А что, уже вы сказали? Нет, а что я не высказала? Разумеется, основную роль в распределении голосов играли фотосессии. И если на первой, в салоне кожи и меха с Олейней Коллизионе, волнение участниц было не скрыть, уже ко второй, в Агоре, они чувствовали себя гораздо увереннее. На финальной фотосессии в автосалоне официального перевозчика проекта «Вольво-кар Сургут» за право выхода в финал боролись уже четыре участницы, однако выйти вперед сумели трое. Выбор самый-самый дал сожаление легко. Победительницей признали Анну Чеботарь. Проект «Фэшн-модел» завершен, а карьера участниц только начинается. Все выпуски реалити-шоу вы можете посмотреть на сайте телерадиокомпании «Сургут Интерновости». Елена Саган, Гамзат Магомедов, Сергей Колотов, Сергей Коликов, Вячеслав Шуркунов, Фарид Исмаилов, Денис Зонов. «Сургут Интерновости». Фитоцентр «Просковье» приглашает принять участие в акции «Восстанови свой организм после сибирской зимы». Процедуры фитожара улучшают обменные процессы, активизируют подвижность суставов и функции сердечно-сосудистой системы, повысят иммунитет. В продаже подарочные сертификаты. Город Сургут, улица Республики 78А. Звоните 24-24-14. Вам нужен контейнер? Не знаете, на чем перевезти домашние вещи? Специалисты компании «Югровоз» всегда рады оказать профессиональную помощь в организации грузоперевозок. В том числе и ваших домашних вещей со скидкой 50%. Звоните 61-40-30. Салон «Элитная мебель» – это самый большой выбор люстр из Европы с элементами изоникса и хрусталя, светодиодных люстр, иранских шелковых ковров, мягкой мебели. Нефтьюганское шоссе – 18-3. Телефон – 45-10-53. Срочно подать объявление? Легко! Просто позвоните! 22-22-44. Газета бесплатных объявлений «Ярмарка» – 22-22-44. Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральной. Открытый для всех, доступный каждому. В связи с закрытием отдела меха и кожи в универмаге «Сургут» распродажи весенней коллекции мужских и женских пуховиков. Все по 1 тысяче рублей. Рассрочка без первоначального взноса и без процентов. Универмаг «Сургут», улица Рыбников, 16. Телефон 25-06-05. Телерадиокомпания «Сургут. Интерновости» представляет прогноз погоды в Сургуте и окрестностях на предстоящую неделю, с 16 по 22 июня. Здравствуйте, в студии Елена Оливанова. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Жалюзи». Компания «Жалюзи». Жалюзи всех типов. Шлагбаумы, защитные рольставни, ворота. Компания «Жалюзи». Улица Гагарина, 8. Телефон 245-00. Улица Лермонтова, 11-5. Офис 203. Телефон 36-14-47. В компании «Жалюзи» распродажа. Готовые изделия по 400 рублей за штуку. В начале периода в регионе скажется антициклон. В связи с этим ожидается солнечная погода. Но в середине недели по территории Приобья будет смещаться циклонический вихрь. И прошумят освежающие дожди. А к выходным небо снова прояснится и начнется ощутимое потепление. В начале недели переменная облачность без осадков. В понедельник ночью плюс 12, плюс 17. Днем плюс 22, 27. Во вторник ночная температура воздуха 13-18 градусов тепла. После полудня плюс 23, 28. В середине периода облачно с прояснениями пройдут дожди. В среду на столбиках термометров ночью плюс 10, плюс 15. Днем на 7 градусов выше. В четверг температура ночью плюс 8, плюс 13. После полудня 14-19 градусов тепла. В сети салонов обуви «Саламандр» финальная распродажа. Успейте купить качественную обувь по доступным ценам. Подробности по телефону 533-170. «Саламандр» размер не имеет значения. Не пропустите финальную распродажу обуви по 30 июня. В пятницу еще, возможно, небольшие ливни. Ночью 7-12 градусов выше нуля. Днем плюс 15-20. Выходные, субботы и воскресенье без существенных осадков. Ночью плюс 7, плюс 12. А днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. «Флай Уиллс» – скоростные колеса и летающие пропеллеры. На пути огромный грузовик – это не проблема. Самолет – еще проще. Только «Флай Уиллс» – найди быстрее в сети магазинов «Карапуз». Всего за 299 рублей. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. «Фабрика Комфорта» – воплощение качества, профессионализма, красоты и удобства. Шкафы-купе, гардеробные, кухни, детские. Экологически чистые материалы и новейшие технологии. Модные расцветки и фактуры. Десятилетний опыт собственного производства. И, пожалуй, самые выгодные условия покупки. «Фабрика Комфорта» – живите красиво. Я желаю солнечной погоды в вашем доме. Будьте здоровы. До свидания.